Есть предание, что на Афоне живут 12 святых подвижников, их число всегда сохраняется. Это лучшие монахи Афона, которых избрала Божья Матерь. Если один из них умирает, то они находят где-то на Афоне, в монастырях, на скитах, на кельях, находят достойную замену, избирают еще одного послушника. Это люди, достигшие совершенства. Люди, которые святые отцы, таких людей называют богами по благодати, то есть богами с маленькой буквы. И по преданию, эти святые совершат последнюю литургию на земле, на Афоне, в храме преображения Господня на вершине. Эти святые, обладая вот этой благодатью, то есть энергией божества, они становятся неуязвимыми от стихии природы. То есть им не может причинить вреда ни жар, ни холод. Эти люди могут ходить по воде, по воздуху. Вот для современного человека я понимаю, что мои слова кажутся каким-то или сказками, или какой-то научной фантастикой. Но, друзья, это правда.